Музыка от рока до фольклора прозвучала в степи. В Бурятии прошел международный фестиваль «Голос кочевников». Удивить публику приехали музыканты из Грузии, Болгарии, Монголии и даже Африки. Уже ставшим традиционным праздник на этот раз провели в селе Ацегат в 50 километрах от Улан-Удэ. Раньше он проходил на нескольких площадках на территории города. На красочном мероприятии побывали мои коллеги из телекомпании Тивиком Бурятия. Любой желающий с любого конца земли смог окунуться в этноатмосферу, послушать степную музыку и прочувствовать единение с природой на 8-м международном фестивале «Голос кочевников». Хедлайнером фестиваля стала группа «Бани» из Грузии. Никто не смог усидеть на месте, потому что энергия, которую они излучали во время выступления, передалась всем. Но не подкачали и коллективы из Бурятии. Мы пели, мы плясали, мы привезли всю семейскую кухню, мы всех угощали, и всем все понравилось. Фестиваль проходил в формате open-air. Это помогло гостям почувствовать связь с природой и музыкой. Лора, девушка из Франции, узнала о фестивале от друзей и приехала в Бурятию, преодолев тысячи километров. Это здорово, я правда очень рада, что приехала сюда. Приятно слышать музыку, которую никогда не знала. По словам организаторов, их ожидания полностью оправдались. Смена места – это новый толчок для развития туризма и самого «Голоса кочевников». Вот атмосфера здесь и эффект, который создается от запаха травы, вот этого прекрасного пейзажа живописного, от того, как звучит здесь музыка, он, конечно, превзошел все ожидания. Музыкальный фестиваль давно вышел за рамки площадочных выступлений. Ежегодно проект собирает более тысячи зрителей, потому что музыка, которая звучит из самого сердца мировых этномузыкантов, понятна многим. КОНЕЦ